Всем здарова, всем зрителям! Короче, играю в HardTone, в арену, это уже четвертый выпуск, смотрите мой третий бой, второй бой, смотрите первый бой, оставлю, получается, ссылки в описании, в подсказках, ищите, кому интересно, кто вообще меня тут смотрит. А смотрит меня на роду немного, я особо не парюсь, делаю ролики, может кому-то действительно понравится посмотреть, какими колодами сейчас играет на арене, какие из них сильные, какие карты берут, ну и так далее, в общем, все, что связано с ареной, если кому интересно, я думаю, человек найдет и посмотрит этот видосик. Я же выбираю Разбойницу, потому что это очень сильный класс, с очень сильными взаимосвязями, как бы, синергиями, да, назовем. То есть, у него серия приемов очень сильно играет, маг сейчас силен, и сейчас очень силен жрец. В принципе, паладос силен в рейтинге, по крайней мере, был, я сейчас давно в рейтинге не сидел, но в целом паладин и вот этот бигспелл Труид. Я собрал бигспелл Труида, меня нагибал постоянно паладин, я когда пытался выходить на третьей звезде, еще одна победа и выход на следующий ранг, и мне постоянно, вот как назло, попадался паладин, это как некий бош, которого надо победить. Я паладоса, друидом, бигспелл не выиграл ни разу, ни разу. Можно было сдаваться, но я не сдавался, и все равно пытался как-то его выиграть, и ни разу не победил, не получилось вообще его выиграть. Ой, блин, сейчас сильный ход, он контрит 3-2 и хилит своего 3-5, будет 3-4. А нет, ах ты собаки, ну короче он решил уйти в темп, что это очень хорошая стратегия, я тоже пойду в темп, потому что колода у меня тяжелая, мне этот темп надо поддерживать. Ага, то есть он сейчас контрит мне тут все. Так, ну, мне, блин, вот эту карту, по сути, надо приберечь для более сильной стратегии. Ну, надо... А, блядь, он же его все равно похилит. То есть даже об него смысла биться нет. Ой, я балбес. Надо было четверку уставлять. Блин, это... А, я сейчас, в принципе, вот эту карту выставлю, если он сейчас ничего выставлять не будет, то я за контр. Да, ну нифига себе, он его бафает. Так, 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 мне надо как-то все это дело законтрить. Желательно, чтобы он кого-то убил. Так, это у него 3-8, даже если он его похилит, то ему это, в принципе, никак не поможет. Он, может, его похилит, у него будет 1-6. И, в принципе, я его убиваю, если он еще его как-то не похилит. Тогда он останется жить. Ага, сам удалился. Так, ну, по темпу я вы... Ах ты, обалдеть, он у меня карты сейчас тырит. Эй, может, хорош у меня карты тырит, нет? Так, ладно, я выставляюсь по максимуму. Буду выставлять существ потяжелее. Чтобы он как-то попытался их законтрить. Обалдеть, вот это нифига себе ход. Да, очень-очень сильный ход. И мне очень не хочется разменивать 7-5 на 5-3. Очень не хочется. Я же могу просто выставить еще одно существо и просто пойти в лицо. Потому что размениваться мне сейчас невыгодно по темпу, пока я выигрываю. Возможно, он поставит провокацию и будет как-то тоже мне в лицо идти. Но я думаю, что у него, может, посерьезнее ресурсы какие-нибудь есть. Так как жрец это очень сильный говнюк. Особенно бесит, когда он пытается... Точнее, не пытается, а когда он тырит. У любого жреца есть карта... Не помню, как гипноз или как она там называется. Очень сильная карта. Он тебя может любую сильную забрать. И просто перевернуть ход игрой. Так, ну, у меня есть очень сильный черный рыцарь, который очень хорошо контрит такие ходы. С провокациями. Так, возьмем 3 карты. Пойдем в лицо. Раз, два, три, на, 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 дышь. Дышь. Возможно, у него есть еще какие-то провокации. И мне придется их... А, хотя, в принципе, у меня есть яд. Даже если он выставит провокацию, я ее быстренько контрю. Потому что у меня есть такая сильная карта, как разносчик чумы. Да. Он выстав... О, это тоже сильный, кстати, ход. Но я готов его разочаровать. Ему ГГХ. Убираем 5-7. Трах. Бабах. До свидули, пацан. Это 3-1. Это, это 3-1. Йоу. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Там, короче, репосты. В общем, всем спасибо, кто меня смотрит. Я всем благодарен. И, как бы, пока. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok